Актуальность сегодня И надежды на политиков, которые пришли на смену предыдущей власти в Ереване, но пока ничего революционного не наблюдается. Тему будем обсуждать с гостем в нашей студии, директором экспертного совета Баку-нетворк Эльханом Алискером и российским политологом-экспертом в области безопасности Евгением Михайловым. Здравствуйте! Здравствуйте, Эхамелем! Здравствуйте, Евгений! На этой неделе был утвержден новый состав правительства Армении. Эти люди, по сути, управляют Арменией. И Никол Пашинян-Даунсович уже с мая прошлого года. Это не что-то, нечто новое. Но, знаете, когда смотришь на действия этих людей, то вспоминаешь фразу, что новое – это хорошо забытое старое. На ваш взгляд, отбрасывая всю вот это, что имена поменялись, допустим, что формально вот это новое правительство и так далее. На ваш взгляд, Евгений, все-таки чем отличается это правительство от предыдущего по работе, по результатам того, что вот с мая месяца, что они делают? Или не отличается, скажем так? Ну, вы знаете, я не вижу таких глобальных изменений. Более того, я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, на волне эйфории народной пришли к власти, наобещали много, но ничего положительного, как в экономике, так и в международной политике армянского правительства я не заметил. Наоборот, как бы усилилась в некотором роде военная риторика, где-то они смягчают позицию, где-то дают назад. Ну, то есть, на мой взгляд, это говорит о том, что пришли к власти люди далекие от политики и не способные, по крайней мере, сейчас принимать какие-то более-менее серьезные решения. Опять же, никто не ожидал, допустим, что Россия поднимет цены на газ для Армении. То есть, это провал для Армении. Несмотря на то, что Пашинял ездил в Москву договариваться, цены все равно подняли. Он заявил, для населения цены не поднимутся, но это же долго не может продолжаться. Нужны деньги для реконструкции газовых сетей и так далее. То есть, он не сможет контролировать ситуацию. Она рано или поздно выйдет из-под контроля и народ начнет возмущаться в итоге повышением цен. То есть, пока кардинально ничего не изменилось. Идут только популистские лозунги, обещания, борьба с коррупцией. Но, опять же, кого-то арестовывают, потом снова отпускают. То есть, допустим, арестовали там генерала, который украл у них массу оружия. Там крал деньги, опять же, те же, которые выделялись на мероприятия, так сказать, в Карабахе. И что сейчас мы видим? Мы видим, что он выпущен под залог. Ну и так во всем. То есть, власть пока не способна принимать жесткие решения и отстаивать их. Эхамарем, вот смотрите, по поводу качества, скажем так, политиков, людей, которые пришли к власти, Евгений Михайлов сказал несколько слов. Буквально неделю назад и так далее, в статусе исполняющего обязанности премьер-министра Никол Пашинян проводил заседание правительства, которое периодически они проводят, даже будучи исполняющим обязанностей. Это нормальная практика. Но, понимаете, по теме обсуждений правительства, по тональности, по тому, как было организовано это обсуждение, ощущение такое, что это заседание какого-то районного муниципалитета. Это вот такое ощущение складывается, потому что, ну вот Армения такая ограниченная маленькая страна, или все-таки качество политиков, качество людей, которые пришли на смену, оно именно такое уровня районного муниципалитета? Ну, надо отметить, что за предыдущий период бывший руководитель Армении, Карабахский клам, в принципе, он работал не над созданием Армении как государства. Есть понятие государства в государственности. Это была клановая структура, которая занималась в основном вопросами оккупации, грабежом, расхищением собственности, которая осталась от бывшего Советского Союза. С приходом Пашиняна он не имеет фундамента государственности. И вдобавок к этому, как вы ответили, нет там государственного опыта у тех людей, которые он, и у него самого, и тех, кого он будет выдвигать на эти должности. Более того, если сравнивать предыдущее правительство и нынешнее правительство, надо отметить, что Пашинян фактически в настоящее время должен решать те проблемы, которые создал он сам. Внешнеполитические проблемы – это трещину, которую он в свою внешнеполитическую ориентацию внес Армении. То есть в рамках ОДКБ трещина большая. Ухудшенные отношения с главными союзниками ОДКБ и с Россией, и с Казахстаном, и с Белоруссией. В экономической области он вроде должен был бороться с коррупцией. На самом деле он столкнулся с тем, что цены на газ поднялись. То есть он должен латать ту дыру, которую создал он сам. А это тоже результат является его внешнеполитических ошибок. Прошел год фактически, и за этот период он решает те проблемы, которые создал он сам. И проводя это на фоне того, что он должен создать команду. А эта команда должна перенять что-то от предыдущего правительства. Но предыдущее правительство тоже в последние годы своего существования фактически ничего не делалось. Я один пример приведу. Вот столько визитов фиксируется Армен Саркисян, президент Армении. Или вот визиты Пашиняна. Нет, я не слышал, чтобы какого-то подписан договор с какой-то страной. То есть Армения находится именно в таком состоянии. И плюс к тому, что нет профессионального правительства, и вряд ли оно будет. Я думаю, что ситуация такова. Евгений, вот Хамялем сказал по поводу подписания соглашений, договоров. На самом деле, вот армянская сторона очень... Никол Пашинян говорит, что за последнее время он после того, как произошла смена власти в Армении, аж шесть раз встречался с Владимиром Владимировичем Путиным, был в России. Но обращайте внимание на себя то, что шесть раз встречались, но ни одного межгосударственного соглашения, договора они не подписывали. Вот сейчас правительство вроде как уже утвердили. Вы как человек, как гражданин России, как эксперт, который, несомненно, хорошо разбирается в российской политике. На ваш взгляд, чего можно ждать от этого правительства во взаимоотношениях Армении и России в 2019 году, в текущем году? Каковы ваши ожидания? Вы знаете, я ожидаю, что все-таки новое правительство начнет более тесно налаживать контакт с Россией, понимая, что совершены были большие ошибки. Опять же, на это повлияет, скорее всего, и огромная диаспора, которая находится в Российской Федерации и успешно развивает свои бизнесы. Будет оказано, я думаю, неимоверное давление на новое правительство. Опять же, кто пересилит? Либо те, кто идет в сторону Запада внутри, в правительстве, которое все нацелено на западные ценности, либо же армянская диаспора, которая не заинтересована в разрыве отношений. Я более чем уверен, что это так и есть, потому что основные доходы, не будем считать диаспоры в Америке, а самая большая, она здесь, в Российской Федерации. Они получают здесь. И если будут еще больше ухудшены отношения с Арменией, точнее, у Армении, с Россией, то пострадает, прежде всего, бизнес армянский здесь. Может пострадать. То есть, у нас государство демократическое, но в случае каких-то угроз внешнеполитических, соответственно, большее внимание будет и к представителям этой нации здесь у нас в России. Хоть они и как бы граждане России и так далее. То есть, я думаю, я надеюсь на то, что будут приложены большие усилия на налаживание отношений. Но пока я этого не вижу. Никол Пашинян приезжает только либо просить, либо улыбаться, либо заверять в том, что ничего не поменялось. То есть, так вечно продолжаться не может. Соответственно, от него будут ждать встречных шагов от его правительства. И если они не будут проведены, и не будет таких встречных движений на посолы Москвы, что, дескать, ребята, что вы там делаете, одумайтесь, в конце концов, мы же все-таки ваши гаранты. Если ничего не будет, то Россия предпримет более жесткие меры, на мой взгляд, опять же, по контролю за ситуацией в Армении. И либо же будут подняты цены на газ еще сильнее, что, скорее всего, произойдет. У нас же все-таки рыночная экономика. И мы уже отошли от тех принципов, как Советский Союз все раздаривал бесплатно за копейки. Братья, не братья, неважно. Сейчас все-таки выстраиваются другие отношения. И если играть на тех же ценах на газ, то мы должны получить полную лояльность. Это не говорит, что продаться нам там или... Но мы же понимаем, что Российская Федерация является основным гарантом безопасности Армении. И шаг в сторону, шаг влево, шаг вправо может оцениваться как предательство. Соединенные Штаты, которые играют основную скрипку в Армении, насколько мы знаем, да, там огромное консульство, там тысячи сотрудников. Мы же это видим, да. И если Армения... Ну, опять же, это складывалось годами, такая ситуация. Но мы терпели. Почему мы должны терпеть это сейчас, когда нынешнее правительство явно показывает антироссийскую риторику, закрывает там последние русские театры, запрещает русский язык, передачи. Ну, то есть, все то, что мы видели в соседних братских республиках, что происходило по отношению к России, мы наблюдаем сейчас в Армении. Хоть они это и отрицают, но как это можно отрицать, когда это во всех центральных СМИ активно пропагандируется? Запретили там русскую передачу, там на русском языке что, где, когда. Запретили там, закрыли последний русский театр, закрыли там то-то, другое. Ну, выступления возле... Регулярные выступления против присутствия военной базы в Гюмри. Ну, не секрет же, что если бы не эта база, то уже Армении бы не было и подавно. Но это моя точка зрения, которую я знаю, поддерживают многие военные эксперты. То есть, я думаю, что в любом случае у Армении нет особого выбора, кроме того, как опять налаживать отношения с Российской Федерацией. Ну, последнее, с мая месяца. Вы немного коснулись этого вопроса. Я хотел бы просто его продолжить. С мая месяца эта политическая группа, которая сейчас уже стала непосредственно членами правительства без приставки ИО, они руководили Арменией. И на любые упреки о том, что вот прошло-то вообще-то полгода, семь месяцев, восемь месяцев, что-то мало что поменяется, все осталось по-прежнему, говорили, что, мол, правительство должно быть утверждено, дескать, механизм должен тогда уже более четко заработать. На самом ли деле так было важно, что с мая месяца люди работают, а у них одна оговорка, отговорка точнее в том, что вот вы знаете, мы пока ИО, мы не стали непосредственно премьерами, министрами и так далее. И вот когда вот станем тогда заживым, на самом ли деле это аргумент вообще работоспособный, адекватный в данном случае? До настоящего времени он работал. То есть до избрания 9 декабря прошлого года он работал. Есть какой-то определенный лимит, месяц, два, три. В дальнейшем, конечно, это будет разворачиваться в другом направлении, потому что можно обещать, можно говорить, как-то отговорками выдвигаться, но в конечном итоге надо как-то продвигать вопросы, которые интересуют людей, население. А этих вопросов очень много, накопилось много. И если здесь элемент был связан с тем, что надо убрать влияние карабахского клана, надо бороться с коррупцией, но когда карабахский клан, так сказать, уходит в тень, недавно было заявление, что 90% СМИ Армении принадлежит предыдущему правительству. То есть это очередная отговорка. То есть вся критика, которая идет в СМИ против Пашиняна, он валит на то, что это предыдущие правители. По сути, они ищут для себя алиби такое, Да, безусловно. Что мы хорошо, нас критикуют, потому что это предыдущие. Да. Ну а в реальности правительство рассматривает вопрос установки кассовых аппаратов. Я представляю уровень состояния экономики Армении, которая в 2019 году решает проблему установки кассовых аппаратов. Это показывает то, что вся система экономическая Армении находилась в нелегальном положении. Не было кассовых оборотов, не были известны налоговые сборы. То есть это элементарная вещь в любой стране. Вдобавок этому я бы хотел затронуть тему Карабаха. Ситуация в Карабахе, потому что все, что напичкано в Карабах, тоже оккупированная территория. Вы имеете в виду тот сепаратистский режим, который создал Карабаха. Да, безусловно. Вопрос, что в оккупированной территории Карабаха тоже проживает население, которое тоже сидит на шее Армении. В этой ситуации, конечно, Пашинян два пути. Первый путь, конечно, он опробировал разорвать отношения с Россией, поменять свою ориентацию, потерять, может быть, очень многое, но отдать Армению в руки западных политологов, экономистов, которые бы начали реформировать Армению на западный манер. Может быть, какие-то капиталовложения пришли. Второе... Получится, не получится, это тоже вопрос, конечно. Это вопрос, безусловно, и не получится. Это потому что практика показывает, что резкие движения приводят к развалу государства. Второй путь продолжать то, что делало предыдущее правительство. Этот путь тоже Пашинян столько бы она обещал своим грантаедам, завсегдатым ереванских кафе, которые поддержали его на митингах в Ереване, что от этого он тоже не может избавиться. То есть, как в старой сказке, перед ним стоят два пути. Третий путь, конечно, решение карабахского проблемы совместно с Азербайджаном. То есть, реально заняться проблемой карабахского урегулирования, создание, не нарушая дисбаланса внешнеполитических ориентаций, реально решать проблемы, которые на первой стадии политическое урегулирование, второе, экономическое сотрудничество с Арменией. И Азербайджан на примере Грузии может оказать очень позитивное влияние на Армению. Евгений, вот такой один момент. Критики в Армении этого состава правительства и парламента говорят о том, что очень много молодых политиков, соответственно, очень много неопытных людей. Вот такая неопытность, она какие-то вызовы для региона, для самой Армении содержит в перспективе на 2019 год, по крайней мере? Вы знаете, на мой взгляд, неопытность – это прежде всего большая опасность для политических, так сказать, внешнеполитических движений этой республики. То есть любой политик может принять настолько неординарное решение, которое выйдет боком всему государству. Но в данном случае, если мы говорим о некой военной составляющей, как бы там ни было, все-таки кардинально верхушка армии не обезглавлена. Там преследуются некие генералы за преступления, но она не обезглавлена. И прежде всего военные, они будут останавливать, на мой взгляд, политиков. Все-таки военные больше понимают, кто сейчас в приоритете или кто сильнее. Вот на данный момент у меня есть эксперты, знакомые, да, там, армянские. Они говорят, что да, армия Армении не способна сейчас защитить Карабах. Не то, что Карабах, она себя не способна защитить. Потому что, опять же, мы, они опирались на поддержку Российской Федерации. И база, которая там находится, это прежде всего является гарантом безопасности Армении. И все вот эти вот потуги молодых правителей, которые пришли, неопытных членов правительства, они, я опять же подтверждаю, что в плане военных мероприятий, они будут, на мой взгляд, предотвращены. Кстати, вот об этом, о том, что будет в будущем, с этим правительством мы отдельно поговорим. Я просто и вам, и Ильхам Альману просто хотел бы один факт рассказать, что, на самом деле, без юмора об этом говорить тоже сложно. Довольно-то и анекдотичная ситуация складывается с армянским парламентом. Дело в том, что армянские, новоиспеченные армянские парламентарии, Ваган Григорян, он из блока «Мой шаг», это блок Николы Пашиняну, он проработал в армянском парламенте один день, один день в армянском парламенте, и отказался от своего мандата. Как вы считаете, я думаю, сначала Евгений Михайлов ответит, а потом, Ильхам Альману, мы ваше мнение тоже возьмем, о чем это нам говорит? Так плохо в армянском парламенте вся ситуация? Или же вот несерьезные отношения? Все-таки человек прошел через избирательную кампанию, его поддержало определенное количество граждан, он проработал в этом парламенте один день, и на моей памяти я не припоминаю такого прецедента, что в каком-либо парламенте страны, ну, может быть, сразу какая-то фракция могла отказаться, ну, чтобы один парламентарий, а зачем тогда избирался, зачем все это, зачем люди голосовали, вот это отношение к людям, отношение к политике? Вы знаете, тут можно как с юмором относиться к данной ситуации, как и, может быть, это и вполне нужно отнестись к этому с уважением. Человек избирался, стремился к чему-то, думал, что он что-то может принести своему народу, своему государству, но когда он пришел в новый состав парламента, он за сутки убедился в том, что это ничего, так сказать, невозможно, то есть ничего не будет меняться, ему вполне было достаточно, наверное, побыть на одном заседании. Это тоже как версию можно предположить. Может, человек уже продумал ситуацию, что с этим парламентом долго каши сварить не получится, и нужно готовиться уже к следующим парламентам, где он уже будет более весом. Я, честно говоря, сомневаюсь в этой такой патетике, связанной с этим депутатом, который через день подал в отставку. Я скорее рассматриваю это как элемент того, что он ждет какого-то другого назначения, которые в рамках парламента он бы не смог исполнять. Или же это было... Вот это все заранее можно было бы обговорить. Получается, опять же, несерьезное отношение к вещам. Если его собирались назначить, зачем его выдвигали через списки? То, что несерьезные элементы есть в нынешнем правительстве, это можно привести очень много примеров. Потому что делаются шаги, которые потом же аннулируются. Вот даже возьмем близкие на теме вопросы Карабаха. Пашинян делал различные заявления. С одной стороны говорил, что это должна быть стороной переговоров. Потом сам принимал участие в обсуждении этой темы. Потом говорил о каких-то договоренных с Азербайджаном. Все эти заявления, они часто не подтверждались. И я думаю, что таких фрагментов, связанных с этим депутатом, будет очень много. И комическая составляющая в Ереване, конечно, будет элементом, видимо, для вещания армянского радио. Потому что при правительстве Пашиняна нам следует ожидать очень противоречивых ходов. Это только начало. Это только начало, да. Хамам, вы затронули вопрос именно работы в направлении урегулирования армяно-азербайджанского Нагорного-Карабахского конфликта. Но есть такая истина, да? Хотеть можно чего угодно, да? Но есть ли потенциал для осуществления? И вот я хотел бы, чтобы ваше мнение узнать. Есть ли у этого правительства, уже утвержденного армянского правительства, потенциал предпринимать какие-то серьезные шаги в направлении быстрого, мирного, справедливого, регулирования армяно-азербайджанского Нагорного-Карабахского конфликта? Во-первых, я сомневаюсь, что команда Пашиняна владеет ситуацией в Карабахе. Мы уже свидетели, что в Армении его положение шаткое, то есть он не взял полностью ручьи управления, не отрегулированного его отношения с президентом Армяно-Саркисианом, который был избран, назначен, точнее, предыдущим правительством, то есть креатива другого клана. И в Карабахе происходят противоположные процессы. То есть Аганян, который командовал армией, отдан под суд. Огромное количество карабахцев, качарян, его команда находится, проходит по уголовному делу, связанное с событиями в Ереване. С другой стороны, в Карабахе предыдущий Бакоса-Океан и его команда осталась. То есть Пашинян должен был, по идее, поменять там команду, но я сомневаюсь, что он может это сделать. Игей Михайлов, значит, мой заключительный вопрос, он адресованный вам и Хамелем вам. Я бы хотел подытожить наш разговор и все, скажем, те моменты, которые были отмечены. В тезисной форме очень лаконично. Во-первых, что является наиболее слабой стороной этого правительства в Армении? Это в политике обычное дело, что правительство может победить, утвердить, то есть победить на парламентских, но всегда есть какой-то слабый момент, связанный с обещаниями или каким-то другим моментом. Хотелось бы узнать, что является слабой стороной правительства Николы Пашиняна? И второе, какой ваш прогноз? Сколько продержится это новое правительство Николы Пашиняна? Давайте начнем с вас, Евгений. Знаете, я думаю, что основная претензия внешнеполитических сил к новому составу правительства Армении это то, что практически полное отсутствие политического опыта и политического ресурса у нынешних руководителей. Что будет дальше? Я думаю, что правительство это продержится не более года, не более года и будет снесено своим населением. Опять же, если они не научатся правильно выставлять приоритеты во внешнеполитической ситуации и внутриполитической ситуации. Самая главная опасность для правительства Пашиняна это карабахский вопрос, нерегулированность этого вопроса, это тянет Армению во главе с Пашиняном на дно. И отсутствие контроля в Нагорном Карабахе со стороны Пашиняна это главная для него угроза. Сможет он восстановить контроль? Я не вижу причин и средств, каким способом он возьмет контроль в Нагорном Карабахе в свои руки. Второй фрагмент это президент Армен Роксиан, это креатура предыдущего правительства. Какой бы президент был мало полномоченный или не обладающий широкими полномочиями, он разъезжает по всему миру, он является прозападной креативой, правда от него тоже он встречается со всеми, нет ни одного договора, никакого соглашения, просто встречается, видимо, хочет собрать какие-то деньги, помощь, обращается к диаспоре. Элемент Нагорного Карабаха главное препятствие на пути Пашиняна является главной ему угрозой. Второй это элемент диаспоры и президент Армен Саркисян, который уже установил с диаспорой очень тесные отношения с армянской и он является креатурой армянской диаспоры, лондонской части ее, то есть английской части. То есть вот два элемента, которые могут существенно испортить карьеру Пашиняна в будущем. Сколько продержится правительство? Я думаю, что очень многое зависит от действий Азербайджана. Армения как экономическая составляющая не имеет ничего позитивного. Второе, конечно, военное состояние, потому что преобладание азербайджанской армии, сила даже в мирное время это существенный фактор, влияющий на умы населения Армении. Зная, что в любой момент может начаться война, это население конечно будет требовать от своего правительства решения этой проблемы в какой-то форме. Ну что ж, большое спасибо вам, Евгений Михайлов. Вам спасибо, что нашли время. Присоединились к нашему эфиру и вам за интересные содержательные ответы. Я напоминаю ситуацию, складывающуюся в Армении после утверждения состава нового правительства. Мы говорили в рамках передачи «Актуально сегодня». Тема обсуждали с гостем в нашей студии, руководителем экспертного совета «Баку-нетворк» Эль-Ханом Аляскером и российским политологом-экспертом в области безопасности Евгением Михайловым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин